Здравствуйте! Это актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. Мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, заместитель директора Центра развития профессиональных компетенций, руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» в WorldSkills Russia в республике Саха и Якутия Владислав Хабаров. Владислав, здравствуйте! Рады приветствовать вас в нашей студии. В столице с 14 по 18 декабря проходит отборочный этап первого регионального чемпионата WorldSkills Junior. Расскажите, по каким компетенциям проходит, сколько площадок задействовано и известны ли уже какие-то предварительные итоги этапов? Здравствуйте еще раз. Вообще, скажу для начала, что впервые мы проводим наш чемпионат по компетенции WorldSkills Junior. Вообще, для жителей республики Саха и Якутия движение WorldSkills уже знакомо. Мы с 2013 года проводим чемпионаты профмастерства по компетенциям WorldSkills. Но вот с этого года, с 2017 года впервые включили в это движение еще и школьников. Это возрастная категория 14-16 лет. Чемпионат проводится впервые, но очень радует, что очень много участников заявилось. Проводим его по 17 компетенциям. Вот вчера завершились соревнования по 14 компетенциям и 3 компетенции проведем еще на этой неделе. Компетенции все очень хорошие. Я бы их условно разделил на высокотехнологичные. Это как бы навыки будущего, которые очень нужны нашим ребятам. И разделил бы на традиционные. Традиционные это предпринимательство, кондитерское дело, поварское искусство, которые были, есть и будут. Ну а какие площадки вообще задействованы? Где проходят соревнования? Мы проводим его на пяти площадках. На базе Кванториума проходит очень много компетенций. На базе средних профобразовательных учреждений это колледж связи, это финансово-экономический колледж. И на базе СУФУ проводим одну компетенцию. Но несмотря на то, что уже 14 компетенций, прошли этапы в 14 компетенциях, какие-то предварительные итоги уже известны? Да. Ну, чемпионат наш называется отборочные соревнования. В феврале, 16 по 20 февраля будет вообще основной финал республиканского нашего чемпионата. И мы вот этими соревнованиями отборочными отбираем финалистов. Те ребята, которые заняли по итогам вчерашних соревнований с первого по третье место, они автоматически включаются в финал. А вот те, которые четвертое и пятое место, это уже будет зависеть от рабочих мест, от количества этих рабочих мест, попадут ли они в финал или нет. Но перед тем, как вообще говорить в целом об этой теме, вот хотелось бы уточнить все-таки, для какой цели проводится чемпионат данный WorldSkills Junior? Ну, официально вообще цель чемпионата WorldSkills это повышение, популяризация рабочих профессий путем проведения чемпионатов профессионального мастерства. Ну, люди думают иногда, когда у меня спрашивают, что такое WorldSkills, они думают, что WorldSkills это только чемпионат. На самом деле WorldSkills это не только чемпионат, это вообще очень много целей и задач, которые решает движение WorldSkills. Это и популяризация рабочих профессий, это и внедрение лучших практик, это и повышение мастерства наших обучающихся, это и повышение уровня обучения в наших образовательных организациях. Владислав, ну известно, что в отборочном этапе приняло более 300 участников. Некоторые специалисты говорят, что это достаточно большое количество участников. Вот каково Ваше мнение? Ну, я думаю, для первого раза это очень хорошая цифра, 300 участников. Мы очень благодарны организаторам, не только региональные координационные центры это организовывали, это и Малая Академия Наук, и те образовательные организации, которые были организаторами площадок. 300 человек и более 15 районов представлено. Очень большое количество, конечно же, город Якутск, ну и близлежащие районы. Считаю, что в следующем году мы будем увеличивать это количество. Чемпионат проводится впервые, но для первого раза это очень хорошая цифра. А какие перспективы откроются перед лидерами соревнований, вот помимо того, что Вы уже сказали? Вот когда мы с ребятами встречались на открытии, как раз когда все их собрали, я рассказывал им, какой путь можно проделать, став победителем WorldSkills юниоров. Ну, на примере самого, наверное, WorldSkills это еще история успеха, история успеха наших ребят. И я рассказал им пример, яркий пример нашего парня с села Красный Ручей, Хангаласского района, Кириллина Степана. Вот Степан Кириллин, он в 2016 году только поступил в образовательное учреждение среднего профобразования на специальность повар-кондитер. В 2016 году он принял решение принять участие в WorldSkills соревнованиях, там в нашем республиканском чемпионате он занял первое место, потом, заняв первое место, съездил на отборочные соревнования, они проводятся по регионам, там оно было как раз в городе Хабаровск. Там он занял также первое место, а в финале в Москве получил золото по компетенции кондитер. Получив золотую медаль, он вошел в сборную России, и вот в этом году, в 2017 году, в чемпионате мира Абу-Даби, единственным из якутиян был Кириллин Степан, который получил медаль за профессионализм. Это очень большой успех для нашего движения, большой успех для Якутии. И Егор Афанасьевич наградил Кириллина Степана премией главы в размере полтора миллиона рублей. Мы потом здесь встречали, в Якутии, Кириллина Степана, встречались с ребятами, с колледжами, и он там рассказывал, что в будущем планирует открыть свою школу для кондитеров, в общем, развивать именно свое ремесло. Ну, а если говорить о составе сборной России, каковы шансы якутян, наших юных ребят, в дальнейшем попасть в состав сборной? Ну, для юниоров у них путь тоже очень длинный будет достаточно, для того, чтобы им войти, сначала надо войти в сборную республики, для того, чтобы войти в сборную республики, надо выиграть чемпионат наш республиканский в феврале, потом съездить на отборочные, которые будут по регионам, и там войти в число финалистов. Финал у нас будет в Южно-Сахалинске в августе 2018 года, там уже в финале надо выиграть. И я очень надеюсь, что если они выиграют, они попадут в сборную России, а эта сборная России уже нацеленная на чемпионат мира, который будет у нас в России, в городе Казань в 2019 году. То есть у ребят реальные шансы есть выступить уже на чемпионате мира. Ну, вот мы все говорим о компетенциях, а именно если говорить уже более точечно, в каких компетенциях у наших ребят больше шансов, и вот в республике в целом какие более популярные компетенции? Ну, люди удивляются у нас, когда спрашивают о республике Саха-Якутия, какие успехи есть в WorldSkills. Я всегда говорю, у нас есть успехи по компетенциям сферы услуг. Что странно, да, сфера услуг, это кондитерское дело, это поварское дело, у нас постоянно по этим компетенциям есть успехи. И очень длинная вот такая история успехов именно вот по этим компетенциям. Но в прошлом году, в финале, который состоялся в городе Краснодар, у нас подключилась и промышленность. У нас по сварочным технологиям студент города Мирно, внуков Владислав, занял второе место, что очень большой успех. По сварке у нас по всей России учатся, и он занял второе место. И по ювелирному делу у нас также начали уже появляться наши призеры. В общем, у нас традиционно сильная сфера услуг, и начинаем подтягивать промышленность. А есть те сферы, в которых, скажем так, их нужно еще развивать у нас и вкладывать какие-то определенные усилия? Ну, да, по компетенциям строительства нам надо подключаться очень сильно. По компетенциям транспорта у нас пока нет призеров. Но у нас есть образовательные учреждения, техникумы, колледжи, которые готовят специалистов. И в будущем, ну, это дело времени, я думаю, ребята-то мы будем подключать. Но тут вопрос такой, подготовка чемпионов и подготовка призеров – это одно дело. Это подготовка единицы, получается. Но подготавливая чемпиона, подготавливая призера национального чемпионата, допустим, мы должны готовить массы, должны подтягивать основную массу наших студентов. Получается, студентов и школьников. Студент и школьник, увидев призера, увидев эту историю успеха, он должен быть для них как флагма. Человек, который показывает свое мастерство и введет их тоже к профессионализму. Большинство этапов отборочных проходило как раз-таки в Кванториуме, который был открыт буквально пару месяцев назад. Вот расскажите о работе Кванториума и о его технической оснащенности. Это что-то новое же для наших граждан. Да, ну, география турнира у нас была пока достаточно скромная, но мы смогли оценить в эти дни возможности Кванториума. Основные хай-тек компетенции, ну, хай-тек компетенции мы называем высокотехнологичные и проводились в Кванториуме. Это управление беспилотниками, инженерия космических систем, мобильная робототехника, 3D-прототипирование. Вот такие компетенции сложные, да, они проходили в Кванториум. Кванториум у нас открылся два месяца назад, и вот уже сейчас он действительно, я думаю, плоды работы его видны. Он начал подключаться вот к WorkSkills Junior в качестве основного организатора. Ну, отдельный вопрос по робототехнике. Очень много сейчас ребят в нашей республике, вот именно детей еще, да, там, школьников, чуть ли не начальных классов практически участвуют в различных соревнованиях и добиваются определенных успехов. Каковы их шансы и вообще вот развитие робототехники в целом? Вот как прокомментировать можете? Ну, мы очень надеемся на школьников, в части чего наш регион занимает 10 место в рейтинге субъектов Российской Федерации. В прошлом году в финале из 85 регионов мы заняли 10 место по нашим успехам, да, получается, по нашим местам, призовым местам. И, ну, это большой успех для нашего региона. И, а в этом году в зачет уже, если в прошлом году соревновались только студенты, в этом году туда подключаются и школьники категории 14-16 лет. И мы очень надеемся, что как раз вот по мобильной робототехнике у нас... Место выше займем, возможно. Да, займем место выше. Мы очень надеемся на них, ну, скромно по-якутски говорим, что, думаю, что ребята выступят достойно, вот именно по этой компетенции. Ребята очень хорошие. Я вот вчера как раз на площадке был, смотрел. Действительно, уже с малых лет сейчас ребята разбираются в технике, а мобильная робототехника там тоже у них очень хорошая. Владислав, а чем можно мотивировать ребят, чтобы они вот в этот порог перехода с юниоров во взрослый продолжали заниматься своим же делом и достигались каких-то успехов? Вот основная цель WorldSkills юниоров – это профориентация, конечно же. Вообще проблема многих ребят, ну, не проблема, а вообще осознанность выбора профессии, она стоит очень остро. И перед родителями, и перед детьми. А как выбрать вообще профессию для молодого человека, для школьника категории 14-16 лет, ну, для 14-летнего подростка, как выбрать профессию, если он не смог, если он не может руками поработать вот именно по этой профессии. А WorldSkills юниоры, вот такие чемпионаты дают шанс ребёнку почувствовать вот именно войти вот в эту профессию. Это не прочитать там книгу по этой профессии, не прочитать какую-то заметку, а именно поработать. Поработать три дня на этой компетенции, почувствовать, что такое вот данная профессия, что она даёт человеку. И подходит ли она для него, эта профессия. Ну, будем надеяться, что ребята будут продолжать заниматься своим делом, а наша республика по итогам рейтинга займёт место выше, чем 10-е, чем в этом году. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был заместитель директора Центра развития профессиональных компетенций, руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Республике Сахай-Якутия. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня!